Здравствуйте! О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала Хабар 24. И коротко о главном. В Тимиртау продолжают работы по восстановлению теплоснабжения. Параметры подачи тепла снижены уже вторые сутки. Жители в большей части города мерзнут в своих квартирах. Когда изменится ситуация, знает Юлана Чаус. В теплых носках и кофтах поближе друг к другу и к электрообогревателю. Радиаторы центрального отопления едва теплые. Мерзнут в квартирах жители Тимиртау уже вторые сутки. Как только температура за окном упала до минус 25, остывать стали и батареи. Утром стали уже, это вообще холодно дома вообще. И я что-то потрогала, думаю, это отключили их вообще. И обогреватель включили со вчерашнего дня и все не выключаем. Вчера, да, такой ветер был, я думала, это еще из-за ветра, из-за бурана, думаю, холодно дома. Потом как это потрогаю, это потрогала, что-то это холодное вообще. Причина – неполадки на городском теплоисточнике. На ТЭЦ из строя вышла половина котлов. Их отремонтировали, запустили, порвало в другом месте. Сейчас на подаче всего 48 градусов. По нормативу это ниже даже обратно. Это у нас уже, наверное, второй или третий раз происходит. А продолжается это ежегодно. Перед отопительным сезоном говорят, все готово к отопительному сезону. Все котлы отремонтированы, один, как всегда, у них в резерве. Но начинается отопительный сезон и начинается. К данному часу на ТЭЦ удалось подключить четвертый котел. Запустить в работу все шесть, планируют к полуночи. Если вновь какой-нибудь не даст сбой. На котлах произошли аварийные остановки. На одном из котлов появился свитч. На экране, на другом котле произошло свитч на потолочном порогревателе. Эти котлы проходили текущие, расширенные текущие, капитальные ремонты. ТЭЦ ввели в эксплуатацию в 1973 году. На сегодня все котлоагрегаты уже выработали свой ресурс. В морозы, чтобы поднять температуру до норматива, на теплоисточники вынуждены работать даже без резервного котла. О дефиците теплоэнергии в Тимиртау говорят уже не первое десятилетие. В 2014 году, как тогда казалось, появился первый реальный план решения этой проблемы. За два с половиной года обещали построить седьмой новый котел. Но этого не сделано до сих пор. В 2015 году, Новый год, горожане встречали без отопления. Была большая авария. Отопительный сезон 2016-17 ТЭЦ находился на особым контроле правительства. Тогда вновь начали строить масштабные планы модернизации ТЭЦ. И вот 2021-й снова аварии. ТЭЦ, отапливающий город, принадлежит металлургическому гиганту. Ввести в эксплуатацию новый котел на предприятие обещали в сезон 2021-2022 года. Но в прошлом году из-за пандемии работы были приостановлены. Потому даже в следующую зиму стабильного теплоснабжения горожанам ждать не приходится. Юлан Чаус, Эльла Уигликов, Аслан Демизбаев, Хабар-24, Карагандинская область. Пять дней без тепла провели жители многоквартирного дома в Петропавловске. Из четырех стояков отопления слилась вода. Из-за чего в большинстве квартир температура начала стремительно падать. Система теплоснабжения находится под угрозой. Из-за сильных холодов она может окончательно разморозиться. На ближайшие дни в регионе обещают понижение температуры до 40 градусов. Но после почти недельного ожидания и пустых обещаний КСК, что скоро все исправят, жильцы обратились в нашу редакцию. Сейчас материал готовят к выпуску. Мы к нему вернемся позже. В Шемкенте многоэтажные дома подверглись тотальной проверке. Пожарные сотрудники Акимата инспектировали здания, не подключенные к природному газу. Таких в мегаполисе 30. Там запрещено использовать газовые баллоны. Но оказалось, жители пренебрегают правилам. Правда, побеседовать с специалистом удалось не со всеми. Многие отказались открывать двери. И так почти в каждом подъезде. Привлечь к ответственности за нарушение пожарной безопасности спасателей не в силах. Закон запрещает. Остается лишь профилактика. Поэтому во дворах теперь через громкоговорители жильцов предупреждают о мерах безопасности. Подвигать до опасности не только себя, а еще соседи. Верхних этажей, нижних этажей. Я не скажу, чтобы они именно 100% все газовые баллоны пользуются. Но есть такие жильцы, которые пользуются газовым баллоном. С учимся в некоторых квартирах, агитируем. Они даже не запускают домой и не открывают двери даже. В селе Тусколь Алматинской области многие годы не решают проблему с питьевой водой. Водопровод в селе появился еще в 80-х годах прошлого века. А пять лет назад его решили частично отремонтировать. Однако восстановительные работы только усугубили ситуацию. И в итоге 10 миллионов тенге ушли на ветер, говорят сельчане. Их выслушала Гульнар Жантасова. Всего 90 домов насчитывается в селе Тусколь. Это один из самых отдаленных населенных пунктов Раимбекского района. Строительство нового водопровода здесь ждут долгие годы. Летом воду жителям приходится привозить из горного ручья, а зимой набирать прямо из водонапорной башни. Единственным источником воды для сельчан сейчас является вот эта водонапорная башня. Сюда приходит на водопой скот. Здесь же набирают воду для питья и для нужд местной школы. И скот, и люди сюда приходим. У нас рядом нет никаких водоемов, поэтому приходится только отсюда воду брать. Насос постоянно выходит из строя. Зимой вся система перемерзает, поэтому воду подавать через водопровод нет возможностей. Сам насос тоже перемерзает. Сейчас из района нам выделили уголь. В помещении печь топим, чтобы насос работал. И подаем воду на эту башню. Летом тоже проблема. Насос забивается песком и вода не подается. В 2016 году здесь было решено провести текущий ремонт водопровода. Из бюджета выделили 10 миллионов тенге. Однако, по словам представителей районного акимата, сети настолько оказались изношены, что все проведенные работы никаких результатов не дали. В прошлом году на 3 миллиона тенге из местного бюджета деньги выделили. Купили новый насос для подачи воды, чтобы как-то обеспечить село водой. В прошлом году составили ПСД. Отправили на госэкспертизу. Ждем заключения. Как утвердят, в 2022 году планируем строительство новой линии водопровода. Многие годы аналогичная проблема была и в селе Козлочекара. В прошлом году она разрешилась. Воду мы в трех местах брали. Возили флягами домой. Осенью прошлого года у нас наконец-то запустили новый водопровод. Теперь живем в благоустроенном доме. Душевые кабинки установили. Стиральной машинкой автоматом пользуемся. В этом году в Раимбекском районе планируется строительство нового водопровода в двух селах – Харасас и Шалькуде. В целом же в Алматинской области чистой питьевой водой охвачено больше 90% населенных пунктов. Бизнесмены Туркестанской области стали чаще обращаться с жалобами на работу госорганов. В списке нарушений лидирует земельный вопрос. Только за прошлый год в региональную палату предпринимателей поступило около 50 жалоб. Часть из них рассмотрели на заседании с участием госслужащих и прокуроров. Подробности у Рауля Габитова. Несколько лет назад Скандербе Кунанбаев получил в аренду 8 гектаров земли близ Туркестана. Планировал устроить пастбище. Но для сельского хозяйства выделенный участок оказался непригоден. Кругом мусорные свалки. Поэтому вскоре предприниматель решил построить на этом месте этноаул. Однако в Акимате разрешение ему не дали. А сейчас и вовсе намерены изъять земельный надел. Чтобы построить этноаул, нужно было изменить целевое назначение земельного участка. Но мне в этом отказали. Кроме того, отменили сделку по аренде земли. А ведь я вложил в нее много денег. Купил лошадей, юрты и сейчас практически банкрот. Вот уже два года я обиваю пороги всех инстанций и судов. По этому делу проводилась проверка. В результате выяснилось, что конкурс на аренду земли изначально был проведен с нарушениями. К тому же участок, выделенный предпринимателю, расположен в водоохранной зоне. А потому подлежит изъятию, говорят специалисты. И подобных примеров в Туркестанской области достаточно. Бывает, когда предприниматель получает участок, который по каким-то причинам не регистрируется в кадастровой базе. В итоге, через некоторое время, эта же земля передается уже другому человеку. И тут возникает спор. Обычно в таких случаях представители госорганов не несут ответственности. Страдают лишь предприниматели. Основная часть жалоб, которые мы получаем, касается таких случаев. Еще одна проблема – недоступность информации о земельных участках, говорят специалисты. В Палате предпринимателей сейчас работают над новой интернет-платформой, где все данные о продаже, конкурсах и аукционах на землю будут в свободном доступе. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестан. Возвращаемся к ранее анонсированному сюжету. Пять дней без тепла провели жители многоквартирного дома в Петропавловске. Из четырех стояков отопления слилась вода. Из-за чего в большинстве квартир температура начала стремительно падать. Система теплоснабжения находится под угрозой. Из-за сильных холодов она может окончательно разморозиться. На ближайшие дни в регионе обещают понижение температуры до 40 градусов. После почти недельного ожидания и пустых обещаний КСК, что скоро все исправят, жильцы обратились в нашу редакцию. С 23-го с утра включенный обогреватель. Ирина Суржикова поднимает температуру в квартире недавно купленным обогревателем и газовой плитой. Без тапочек здесь даже по ковру невозможно спокойно пройтись. Вот она, ледяная батарея. Морозы же на улице будут? Конечно, морозы сильные. Вот, чувствуется, вот сами подойдите, холод чувствуется. Утром встаешь сюда, выходишь, как будто где-то в Антарктиде. Над восстановлением системы отопления сейчас работают три бригады. Пока жильцы ждали результатов ремонта, обогревались с помощью электрических приборов. Но и это не спасало от жуткого холода. Два дня не было воды, ни холодной, ни горячей. Через подъезд есть тепло. Подъездов у нас, так, семь подъездов. Много маленьких. На четвертом этаже грудной ребенок живет. У меня, дочке, три года, двое детей. Мы живем как? На кухне у нас электрическая плита, которая вообще не выключается. Мы боимся, что мы, наверное, все тут взлетим. Сгорим, да. С среды на четверг ночью отключали еще и свет у нас. И поэтому даже электрические приборы, которые у нас дали, какой-то минимум нам давали тепла, они были отключены просто дубак. Как выяснилось, прорвало трубу на чердаке дома, которую меняли шесть лет назад. Аварию начали оперативно устранять, но вскоре сломалась еще одна, но уже новая задвижка. Перекрыли дом, сбросили. Пришлось сбрасывать воду, чтобы дальше не затопить ничего. Значит, эту аварию мы устранили. Устранили, дом запустили. То, что говорят, что дом там не работал, четыре дня, это полная неправда, потому что дом включали. После устранения первой аварии произошла разморозка новой трубы в подвале. Председатель КСК заверяет, что виноваты в этом сами жильцы, которые оставили на ночь открытой подъездную дверь во время бурана. А на ремонт прорывов Надежда Шагирова выделила деньги из собственных средств. Кассе мы не можем собрать, у нас полтора миллиона долга. Жители относятся очень плохо, потому что услышали оси будет, и думают, да, будет это оси, спишут долги. Как выяснилось в ходе бурных выяснений, осенью прошлого года дом не прошел опрессовку системы отопления. А значит, трубопроводная система не была проверена на устойчивость к давлению. Вы опрессовку не сделали, понимаете? Это самая главная причина. Вот мы нашли эту причину. Да вы что? Крайне меня не надо делать. Как мы не крайне у вас делаем? У нас приехал специалист из Акимата, что тысячи – это небольшие деньги. Это неправда. Я думала, это миллион получается. У нас небольшие, для меня большие, переходят на оси. Вы сейчас платите по 20 тенге. Мы разберемся. Мы будем 50 и 100 платить. У нас не будет такой ситуации. Официально причиной аварии признали устаревшую систему отопления, которая не выдержала большого давления, поданного тепловиками в сильные морозы. Председателям КСК были приняты меры к тому, чтобы самостоятельно ликвидировать те проблемы, которые возникли в тепловом узле, по разводящей системе. Но они сами не смогли справиться. Поэтому было принято решение. Мы направили свои службы. Петропавловские тепловые сети вмешались. Вмешалась наша жилищная служба. И таким образом сейчас процедура уже отрегулирована. По словам представителей местной власти, в ближайшее время температурный режим в доме полностью восстановится. А синоптики прогнозируют в регионе понижение температуры до 40 градусов. Наталья Волкова, Руслан Алиев, Туреген Аманов, Хабар, 24, Петропавловск. В Алматы жители микрорайона Самал-2 против строительства жилого комплекса в их районе. Новые здания могут существенно сократить их жизненное пространство, уверены они. На площади чуть больше полутора гектаров планируют возвести сразу четыре высотки. При этом свободного места для детских площадок, скверов и парковок для автомобилей не остается. Микрорайон и без того очень плотно застроен, а теперь и вовсе может превратиться в муравейник, говорят горожане. Происходящим разбирался Григорий Беденко. Самал-2 всегда считался довольно престижным районом Алматы. Это верхняя часть города, которая ближе к горам. Воздух здесь относительно чистый, поэтому жилье тут всегда было дорогим. Но именно престиж микрорайона и сыграл с ним злую шутку. Здесь началась настолько плотная застройка, что жить в некоторых местах Самала-2 стало некомфортно. А в последнее время и вовсе проблематично. Если начнется строительство, вы представьте, тут такая громадина вырастет. Во-первых, если вдруг случится, не дай бог, землетрясение, вы представляете, что это будет. По генплану здесь должен был быть небольшой скверик с фонтаном, с качелями. В общем, детская площадка хорошо обустроена. Я сама лично видела вот эту картинку. На картинке было все красиво. А вы посмотрите, пройдитесь по территории. Посмотрите, у нас нет места, негде гулять абсолютно. Люди гуляют здесь вот вдоль трассы, где идет большая загазованность. И гуляют вот на территории еще школы. Вот, больше гулять больше негде. Возмущенные жители говорят, что территория вокруг их домов постепенно превращается в трущобу. Отсутствие места для детских площадок и парковки для автомобилей – это еще полбеды. Люди опасаются, что в случае ЧС сюда не смогут проехать пожарные и скорая помощь. На каждый жилой дом должен подъезд с двух сторон быть. Въезд и выезд. У нас сегодня ни въезда, ни выезда нет. Застройщик с нами ни с кем не встречался. Откуда будут проезды, откуда выезды? Это сегодня мы еще смотрим, потому что школа не работает. Карантин вот этот. А когда школа работает, здесь вообще, вот здесь одни вот эти офисы, здесь транспорт. Не то, что дети, взрослых передавят. Вы бы видели вот это утром и в обед, когда школьников разбирают. Это ужас какой-то творится. Еще пять лет назад в микрорайоне в рамках программы «Ветхое жилье» должны были снести старые одноэтажные дома. Но тогда, очевидно, по финансовым причинам этого сделано не было. О них вспомнили сейчас. Хотя работы еще не начались, но на их месте уже установили опоры для ограждения стройки. И тем самым еще больше загородили проезд. Жители говорят, что на все их жалобы и просьбы прояснить ситуацию городской ЭКИМАТ либо не реагирует, либо отделывается отписками. Нам удалось получить комментарий в управлении городского планирования и урбанистики. Как выяснилось, компания-застройщик пока никаких разрешений на проведение работ не получала. То, что там будут какие-то нарушены строительные правила, ну это как бы преждевременно пока говорить. Так как еще результат проектных материалов, даже предпроектных материалов, пока еще к нам не поступал. То, что данная территория подлежит реконструкции, это факт. Дания, здания и сооружения, которые размещены на этой площадке, относятся к ветхому жиловому фонду, который не подлежит ни реконструкции, ни модернизации. Возможен только снос путем строительства взамен новых зданий и сооружений. С учетом требований уже действующих нормативно-технических документов. По словам Алмазхана Ахмеджанова, все строительные нормы при возведении новых зданий на месте снесенных домов и сооружений будут соблюдены. Но вопрос, как можно построить жилой дом, когда для него просто физически нет места, так и остался открытым. В управлении говорят, что сегодня в центре города есть 36 аналогичных проблемных участков, где предполагается точечная застройка. При этом на восьми из них требуется изъятие территории. Весь этот процесс уже давно превратился в безуспешную борьбу жителей с городскими властями и строительными компаниями. Интересы простых алматинцев отходят на задний план, когда речь идет о крупных инвестициях и быстрых доходах от них. Григорий Беденко, Мухит Кудыкбаев, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. Директора детского клинического санатория Алатау подозревают в хищении крупной суммы. Согласно оперативным данным, она присвоила оплату от родителей, чьи дети проходят реабилитацию в учреждении. Деньги должны были покрыть расходы на проживание, питание и лечение. Образовавшаяся в бюджете ДРА привела к недостатку продовольствия для детей. Сейчас подозреваемая под домашним арестом антикоррупционная служба города проводит досудебное расследование. В Шемкенте пациенты после трансплантации рискуют остаться без жизненно необходимого лекарства. Минздрав не включил в список закупок Санди Мун Неорал. Он подавляет иммунитет, чтобы исключить отторжение нового органа. Пациенты должны принимать его всю жизнь, но в этом году им предложили аналог. Люди уверены, это неравноценная замена. Подробно рассмотрели Катерины Попковой. Закупили не те лекарства, жалуются люди. Пациенты, доведенные до отчаяния, требовать жизненно важный препарат, пришли в городское управление здравоохранения. Нам предлагают дженерики, которые мы отказались принимать в связи с риском отторжения нашего органа. Потому что это жизненно необходимо. И просто надо совесть иметь, если наши родные и близкие нам подарили вторую жизнь, подарив свой орган, который мы не можем сохранить по вине чиновников, которые сидят наверху. Люди уверены, им предлагают неравноценную замену. Так уже было несколько лет назад. И это едва не привело к смерти многих пациентов. Успокоить собравшихся вышел главный врач мегаполиса. Из-за пронизывающего холода разговор решили продолжить в помещении. Пациенты пожаловались, что сейчас вынуждены жить на старых запасах. Но их надолго не хватит. Хотя помощь тем, кто перенес трансплантацию органов, гарантирована государством. Они имеют право на свое лекарство. На основании приказа 666, там четко написано, что все пересаженные пациенты, они должны принимать один препарат всю жизнь. И этот препарат должен быть оригинальным препаратом. Но в 2021 году сложилась проблема. Оригинальный препарат не был закуплен. Вместо этого был закуплен препарат «Дженерик». Сейчас, на сегодняшний день, в экстренном порядке, в срочном порядке эскоформация решает данную проблему. В сложной ситуации оказались пациенты по всей стране. Только в Шумкенте это порядка 100 человек. И каждому из них нужна непрерывная терапия. Цена одной упаковки жизненно важного препарата примерно 50 тысяч в деньге. Но ее не хватит даже на месяц. Все зависит от дозировки. Обеспечить себя лекарствами может далеко не каждый. Главный врач мегаполиса заверил, что лекарство обязательно поступит. Но в марте. А пока пациентам предлагают пить все-таки аналог. Иначе есть высокий риск отторжения органа. Торгово-развлекательные центры столицы теперь могут работать в будни и выходные до 11 вечера. Общественный транспорт будет функционировать в штатном режиме. Об этом сообщается в новом постановлении санитарного врача. Его опубликовали сегодня. Ресторанам, кафе, барам и столовым разрешили обслуживать посетителей с заполняемостью не более 30 посадочных мест с 7 утра до полуночи. Исключение касается объектов, расположенных в жилых зданиях. Они будут закрываться раньше. Фитнес-центры и СПА будут открыты с 7 утра до полуночи. Разрешается комбинированное обучение для школьников и студентов. То есть 70% предметов будут вести в традиционном формате и 30% в дистанционном. Свыше 1700 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в феврале в Западно-Казахстанской области. В САН-эпидемиологии говорят о постепенном снижении заболеваемости за последнюю неделю на 7%. Почти в половине случаев заболевших выявили в поликлиниках. Между тем, за три недели февраля зафиксировали свыше 80 нарушений ограничительных мер. Штрафы по административным протоколам превысили 5 миллионов тенге. Уязвимой группой остаются школьники с начала учебного года. Среди них зарегистрировали почти 500 случаев COVID-19. С третьей четверти учебного года, начиная с 11 января, в области зарегистрировано у нас 242 случаев. Из них 133 учеников в очном обучении выявлено, 109 учеников было выявлено на дистанционном обучении. С начала, с 11 по 25 февраля, по становлению главных санитарных врачей городов и районов, на карантин закрыто 6 школ. Северо-Казахстанской области, которая сейчас находится в зеленой зоне под заболеваемостью коронавирусом, с 28 февраля смягчают карантинные меры. Согласно постановлению главного санврача региона, разрешается деятельность театров, но с учетом того, что залы будут заполнены лишь на треть. Частично отменен воскресный локдаун. Теперь бани, сауны, крытые вещевые и строительные рынки будут работать все выходные дни. Пассажирским автобусом снова можно выезжать на любые расстояния. Раньше радиус движения был ограничен до 300 километров. Также в мечетях возобновляют проведение коллективных богослужений. Но пятничные жуманамасы для городских жителей пока остаются под запретом. Проведение жуманамасы разрешается только в сельских населенных пунктах. То есть, где малое количество людей, которые друг друга знают, общаются, для них разрешается именно в мечетях с количеством до 150 человек и заполнять не более 25%. То есть, если мы в городе разрешили жуманамасы, вы знаете, что люди могут там присутствовать приезжие, друг друга не знают. То есть, есть риски заражения коронавирусной инфекцией. Жесткие ограничительные меры из-за коронавируса сохранят в Старом Свете. Такое решение приняли лидеры ЕС на внеплановом видеосаммите по борьбе с пандемией. В Евросоюзе продолжат наращивать объемы производства вакцины и ускорят процесс иммунизации населения. Всего в Европе первую дозу прививки от коронавируса получили чуть больше 29 миллионов человек или почти 6,5% населения. Вопрос о подготовке, создании и выдаче сертификатов вакцинации пока остается открытым. Наш СОПКОР в Брюсселе. Жанат Эрнст расскажет подробнее. На видеосаммите ЕС по координации ситуации с пандемией COVID-19 лидеры 27 европейских стран обсудили самые проблемные вопросы борьбы с коронавирусом. Во второй день саммита, также в формате онлайн-конференции, главы государств и правительств европейских стран обсудили проблемы безопасности и обороны в Евросообществе, а также развитие так называемого «южного соседства». Нашим главным приоритетом сейчас является ускорение производства и доставки прививок против COVID-19, и вакцинации по всему Евросоюзу. И именно поэтому мы поддерживаем усилия Еврокомиссии по работе с промышленными предприятиями, выявлению узких мест, обеспечению цепочек поставок и увеличению производства. Мы хотим большей предсказуемости и прозрачности, чтобы гарантировать, что фармкомпании соблюдают свои обязательства. Мы уверены, что сможем достичь нашей цели. В конце лета мы достигнем вакцинации 70% взрослого населения. Это 255 миллионов человек. Среди наших граждан растет усталость от COVID. Это был очень тяжелый год, но мы не должны сдаваться. Ситуация остается серьезной во многих частях Европы, но мы также должны остерегаться распространяющихся вариантов новых штаммов. Британский вариант сейчас есть почти во всех странах ЕС. Южноафриканский вариант в 14 странах, а Бразильский в 7. Так что впереди нас ждет много проблем. Лидеры 27 стран ЕС договорились координировать свои усилия по решению проблем с поставками вакцин, а также применением так называемого сертификата вакцинации в европейских странах, смягчения или усиления действующих мер по борьбе с коронавирусом. Жанна Терны, Жамар Тахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель. Власти Израиля вводят комендантский час, чтобы пресечь массовые гуляния во время празднования еврейского праздника Пурим. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать три дня. Жители в этот период должны оставаться дома. Кроме того, израильтянам запрещено отходить от жилищ дальше, чем на километр. Отмечу, Пурим – традиционный еврейский праздник, во время которого люди наряжаются в костюмы и ходят в гости. Напомню, на сегодня в Израиле подтверждено почти 770 тысяч случаев коронавируса, а больше 5000 человек скончались. Во время празднования Пурима в прошлом году произошел массовый всплеск заболеваемости коронавирусом. Вы помните, что в результате мы были вынуждены закрыть страну. Это не должно повториться. Для этого мы все должны соблюдать правила. В Португалию общенациональный локдаун продлили еще на две недели. Власти опасаются, что смягчение карантина приведет к очередному всплеску заболеваемости коронавируса. Ограничения, напомню, ввели в январе. В частности, закрыли все магазины, кроме продуктовых. Сотрудников перевели на удаленную работу. С тех пор эпид-ситуация в стране улучшилась. В частности, уменьшились показатели смертности и заболеваемости. Планирование будущего имеет решающее значение. Смягчение ограничений на фоне улучшения эпид-ситуации, конечно, заманчиво. Однако, я думаю, что нам не стоит спешить. Как говорится, кто забывает уроки истории, обречен на их повторение. Мы хорошо знаем историю пандемии и не совершим тех же ошибок, а поступим мудро. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Больший суток провел на трассе житель Кустанайской области. Мужчина попал в сильный буран, когда на машине возвращался домой из октобия. Дорогу занесло снегом. Автомобиль остался без обогрева. Температура в салоне упала до минус 24. С собой у водителя не было ни еды, ни воды. Чтобы не замерзнуть и не уснуть, Федор Попов качал прессы и укутывался в чехлы. Из ближайших районов на помощь мужчине не могли пробиться из-за отсутствия спецтехники. Вызвалили снежного пленника. Спустя 28 часов с симптомами обморожения нижних конечностей его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас пациенты готовят к транспортировке в областной центр. Была синюшность кольных покровов. Стоп, пальцев. Терапия проведена в полном объеме необходимая. На данный момент состояние ближе к удовлетворительному. Видимые повреждения кольных покровов восстановились. Пальцы спасены. И, конечно, всем спасибо. Точную копию кобыза тюркского периода передали Фонд Национального музея Казахстана. В 2015 году в Верховье Фики Каракаба в Восточном Казахстане в месте захоронения Кимака Кыпчакского война, датируемого VI-VII веками, был раскопан курган, где обнаружили уникальный артефакт – музыкальный струнный инструмент. Найденный кобыз восстановили. И затем, по заказу руководителя научной экспедиции по следам предков Сапара и Скакова, изготовили несколько точных копий инструмента. Одна из них сегодня зазвучала в стенах Национального музея. Один из копий, уважаемый Сапара и Скакова, чем был представлен в Ватикан, для того, чтобы показать, что основой всех скрипичных инструментов, включая здесь и скрипки, велончель и других, является наш древний кобыз, казахский кобыз. И Сапара и Скакова был на приеме Папы Римского, который с благодарностью принял этот подарок и выставил в своем музее. У меня на этом все. А сразу после небольшой рекламы смотрите очередной выпуск авторской программы Слбек Абдулова. Новый курс. Субтитры создавал DimaTorzok